Здравствуйте, уважаемый Денис Владимирович! Бах – это вершина, как говорится, музыкальной мысли. И очень трудно говорить и судить о музыке бах, об исполнении, потому что сколько людей, столько и суждений, и способов исполнения этой, как говорится, вселенской музыки. Поэтому буду говорить исключительно субъективные какие-то мнения, высказывать по поводу вашего исполнения. Прелюдии мне показалось. Вы прекрасно слышите полифонию, слышны все проведения тем и так далее. Очень рельефно, это и выпукло звучит тема всегда как в прелюдии, так и в фуге. Но мне не хватило, лично мне, не хватило динамических изгибов и волн, как говорится. Все, особенно это в прелюдии. Но если в прелюдии это можно оправдать тем, что там как бы такая излагается органная стилистика изложения, излагается стилистика изложения, такая текучесть и перетекание одной фразы в другую. И поэтому, если вот так вы сыграете на органе, это прекрасно. Но вы же играете не на органе, а играете на фортепиано, где можно гораздо больше проявить динамического разнообразия. Итак, вот прелюдия как бы, ну ладно, с этим я согласился. Но даже вот в проведении темы фуги мне не хватило. Вот какого-то движения к каким-то внутренним точкам опоры, даже в самой теме. Здесь закончилась мысль. А у вас, извините конечно, звучит там-там-та-там-там-там-там-там-там-там-там-там. И можно продолжать там-там-там. И непонятно, где закончилась тема, почему она закончилась на этой ноте. То есть, вы знаете, ну это опять мое сугубо субъективное мнение. Вот хочется вот таких вот большего, как бы, любования структурой отдельной даже мелодии, даже внутри темы, ну, не говоря уже вот на общем уровне. А так, с точки зрения, как говорится, полифонии, всё прекрасно, всё слышно, слышны все проведения тем, ждёшь их, и их получаешь и так далее. Но когда вот есть такая вот внутренняя жизнь, микро, внутренняя жизнь не макро, а микро, тогда слушать интереснее, лично мне. Вот я вам просто советую немножечко вот покопаться в структуре каждой фразы, найти вершину, найти логику её, завершение, почему она перетекает в этом месте в другое, в своё противосложение и так далее. Вот даже вот там есть, например, момент, когда вот тональности меняются, та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та-та. Вот это вот надо тоже, это же движение. У Баха всё очень символично, и тема, между прочим, такая, она, ну, это можно говорить, очень субъективная моя трактовка. Это вот как шествие, ну, тут можно даже дойти до того, что это шествие с крестом, тем более, что если разобрать тему саму, вот вы почитайте Швейцера, книгу Труд Баха, Труд называется, Аган Бах, Севастьян Баха, Швейцера. Там есть такая, так называемая, тема креста. И вот это вот там, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот этот вот графический рисунок темы, это не что иное, как тема креста. Поэтому вот эта вот тема, это шествие с крестом. Ну, это может быть очень напыщенно, но тем не менее в этом есть внутренняя программа. Это программная музыка, конечно. Вот, та-та-та-та-та-там, следующий шаг дается с трудом. Та-та-та-там-та-та, потом там есть какие-то моменты торжества человеческого духа. Ну, вот видите, как я много могу говорить о музыке Баха, гораздо труднее сыграть, между прочим. Ну, в общем, я вас поздравляю с тем, что вы осилили такую трудную музыку, в общем, весьма достойно. Ну, а все остальное, это уже, так сказать, субъективные пожелания и мнения. Так что я вам желаю успехов, вы очень музыкальный человек, у вас все должно получиться и развиться до какого-то совершенства. Всего доброго!